Ребята, ну давайте так. Если кто-то хочет сказать то, что было вчера с вашим телом, то, пожалуйста, скажите. Я прокомментирую определенные состояния, потому что вам тоже это важно знать, и как это происходит в человеке, что вам с этим делать. Вот сейчас мы с этого начнем, такой анализ, а потом пойдем дальше, погоним. Вот про ногу, вот то, что там, ну, водители, вот это пятка. У меня там на самом деле шпора, а я это не проговорил, нет, ну и водители, я не этот. И вот вопрос, как с этим, ну... Вот со шпорой. Шпора появляется очень часто именно в пури вождении. Нога стоит на педали, и она всегда в таком состоянии напряжения. И что там есть такое? Там пятка от него идет, пятка идет сухожилие плотное такое, которое разделяется так вот на пачки. Вот она растягивается, если она все время на растяжении, она вплоть до того, что она рвется. Вот есть такой разрыв еще вот этого места такого. В анатомии откройтесь, да, там идет анатомия стопы. И вы увидите, эта зона, она сложнейшая просто. Или же там, допустим, получается тоже пяткой вот такой от пяточки идет. Прямо как дорожечка сужается такая вот, а потом расходится она по... То есть вот эти вот все сухожилия здесь, около пятки, все вместе. А потом они как вот тряпочки, ниточки расходятся в разгаре по-своему. А потом они еще тоже разделяют, они еще тоже... Там сложнейшая система. Так вот от пятки вот это вот место, оно очень сложное. Это называют, когда там есть какие-то болезненные ощущения, делают рентгеновский снимок, и что это получается, как надрыв. Или еще вот эта зона прям как отвердевает, и оно называется шпора. Значит, медицински ничего не делается, кроме как уколы и все прочее. Но я как раз вот семинар проводила по... Это еще только первая часть этого семинара по стопе, где я показала вот в течение шести дней... Шесть дней мы полностью работали, и я в общем-то один день только у нас Лола работала. А так пять дней я полностью была с группой. Я показывала вот эти вот все приемы, технические приемы, последовательность технических приемов, как можно сделать и что можно сделать для того, чтобы освободить стопу именно, в первую очередь, а все каких-то вот этих проявлений. Шпора, там, косточка, деформация, еще что-то. Значит, пол... Сам ты где живешь? Минский. Ага, у вас Минска не проводит. Так я уже тут, надо запланировать сюда как бы приехать. Вот если ты сюда, то вот тут с собой поработать. Но, тут есть момент такой. Что же можно сделать дома для того, чтобы с этим как-то справиться и подготовиться, чтобы быстрее происходили процессы? Ну, во-первых, в любом случае нужно прогревание стопы. Прогревание стопы, и это даже попарить, это вот честно скажу, все хорошо только при таких процессах, как вот шпора, оно не работает. Потому что прогрев идет, даже если мы прогреваем, допустим, там, какой-нибудь ножны и ванны, это что ноги нужно, да, греть в первую очередь, температура должна быть не выше 40-41 градусов, это максимум, чтобы не было перегревов в теле ни в коем случае. И тело защищается, как когда мы поднимаем температуру 40-41, вот не выше, даже 41 я бы не сказала. То есть вода должна у вас локоть, вот проверяем локтем, да? Ну и градусник тогда ставьте, потому что все-таки вода. Если кто-то, у кого-то есть камень, то, значит, в любом случае мы проверяем его, как нагрели воду, просто водой. И из грана вода идет в основном не больше 80-70 градусов, чтобы не аж полегче. Ну вот, и если вы камни залили, слили, и таким образом 3-4 раза залили, слили, потому что первый раз заливаете, камень отдает холод, второй раз вы заливаете, он еще не набирает, отдает холод. То есть вы возьмете после первого раза, он теплый, но внутри он холодный. Поэтому вот он отдает холод, второй сын тоже отдает холод, и только на третий раз он начинает себя отбирать. Вот после третьего раза вы как раз проверяете камешек, знаете, на температуру. К лицу приложили, если вы не можете терпеть лицо, то это не то. Тут вот с ажидеидом такая система пробовала по-разному. И локтем, и все. Вот именно лицо, потому что там важно, камень сам может быть и не столько, а сам внешне оно на кресле. Насколько тепло от него. Вот лицо у нас чувствует прям ту теплоту, температуру теплоты, которую дает камень. И вот на эту внутреннюю сторону стопу. Кроме всего прочего, конечно же, здоровая биодинамика. Можно самому проработать. Просто это будет дольше, чем если с вами проработает специалист, который это все делает. Раз, два. Потом далее, значит, проработать со своими ногами в любом случае, и это тоже может помочь, хоть по крайней мере, ну на какой-то там, на 10, 20, 30 процентов. Вот эта проблема уйдет. Полностью, просто, я говорю, полностью не уйдет, но облегчить ее нужно. Что можно еще сделать? Поработать с ногами самостоятельно по тому, что вы знаете. Это вторая ступень, и это, опять же, седьмой ступень. Так, вопросы закончились? Что-то еще кто-то хотел сказать. Я хотел бы сказать, что на самом деле, после третьего модуля, я решил работать со спорами совершенно спокойно. Каким образом? Все то же самое. У меня не было цели решить спору, на самом деле. Просто женщина не могла наступать. Мы немножко поработали, у меня там много операций и так далее с ногами было. У меня на одной ноге две большие пяточные споры, одна прям сильно торчала, другая чуточку меньше, она не могла наступать, каждое утро просыпаться в воздухе. А на другой был у меня поменьше, то есть ночью тиму в пятке. Но у меня не было цели ее решить, просто работали постепенно. И я могу сказать, я даже целенаправленно был момент, когда мы просто ногами не занимались, мы занимались другими частями, потому что там других задач было много. Я через, наверное, потом мы с ней встретились через месяца три, ради интереса потрогал пятку, а на нее просто шпоры практически рассосались. Там одна самая большая, которая была, она чуть-чуть еще осталась тогда на тот момент. То есть это вот реально она рассасывается. Я с этим шпором даже сюда, потому что позвонила. Потому что все это что является напряжением с пастикой. Если с пастикой уходит, то все прекрасно.